Цены на социально значимые продукты питания продолжают расти, как следствие, недовольство и жалобы граждан. Рабочая группа партии «Единая Россия» провела мониторинг цен на сезонные овощи в торговых сетях Владикавказа. Проверили цены на морковь, свеклу, картофель, лук и капусту. В рейд отправилась и моя коллега Фатима Задзоева. Цена на картофель во Владикавказе варьируется от 20 до 50 рублей за килограмм, на капусту в среднем от 30 до 40 рублей. Лук может стоить 17-20 рублей. Рекордная стоимость у моркови. Она превышает 100 рублей. В некоторых сетевых магазинах самые основные продукты продают без наценки. Таким образом, овощи можно купить по ценам на 20-30% ниже средней стоимости в регионе. В нашем магазине нет наценки на капусту, вот у нас ноль наценка, морковка у нас абсолютно тоже. То есть мы стараемся придерживаться на те товары, которые мы можем, придерживать на ценку ноль, потому что не все могут сейчас себе позволить в это тяжёлое время купить что-то. То есть это капуста и морковь? Картошка, потом сахар у нас, яйцо. Такой рост цен объясняется тем, что в июне-начале июля заканчиваются запасы прошлогоднего урожая. А свежих овощей пока ещё нет. Недобросовестные предприниматели, видя определённый дефицит на рынке, стараются сбыть продукцию подороже. Общество обеспокоено таким ростом цен на овощи. Единая Россия создала рабочую группу, которая мониторит цены на сезонные овощи. Как оказалось, на рынках и в торговых сетях они разнятся существенно. Эта разница, по словам единороссов, должна быть устранена в пользу покупателя. Обходим магазины и уже смотрим на ценовую политику всех магазинов. Хотелось бы, чтобы все магазины работали по одной ценовой политике. Предполагается согласование в первую очередь с учредителями сетевых магазинов, потом уже непосредственно сельхозпроизводителями, для того, чтобы такого существенного скачка цены не ожидалось. И чтобы жители нашей республики могли спокойно приходить и по минимальной цене покупать продукты. Ситуация с повышением стоимости сезонных овощей идентична по всей стране. Исправить её можно путём заключения соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты. В числе предполагаемых мер и организация ярмарок. На них можно купить фрукты и овощи непосредственно от производителя, без наценок. По словам секретаря Северо-Остинского регионального отделения партии «Единая Россия» Артура Таймазова, главная цель проводимой работы – добиться стабилизации цен на продукты. В некоторых магазинах цена на овощи действительно завышена. В ближайшее время будем встречаться с представителями торговых сетей, чтобы выяснить, почему цены так выросли. Надеюсь, в этом нам помогут профильные министерства. Эта тема актуальна, она затрагивает абсолютно всех и, соответственно, требует оперативного решения. 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства страны, главами регионов и представителями торговых сетей. На нём были озвучены конкретные меры по снижению стоимости на так называемый борщевой набор. Первые итоги реализации планов по снижению цен на продовольствие намерены подвести уже через две недели. Жителям страны остаётся надеяться, что приготовление традиционного борща станет более бюджетным. Фатима Задзоева, Игорь Войцеховский, Новости Осетии.